Это массажная дорожка, здесь разные наполнители, то есть у них совсем другие ощущения, это дети, которые закрыты в себе. Это специальная комната отдыха для аутистов, где можно расслабиться между уроками. В 26-й школе занимаются 16 таких особенных детей. Педагоги говорят, что каждый из них талантлив по-своему, кто-то хорошо поет или рисует, а вот машины из пластилина, выполненные с трепетным отношением к каждой детали. Многие ребята уже ходят в обычные классы, сейчас разъехались по домам. Вчера одна зима? Нет! Кормят вкусно? Да! Школа для самых юных селян, здесь занимаются младшие классы. Еще пять лет назад ее планировали расформировать как малокомплектную, однако по просьбам местных жителей учреждения сохранили. Сегодня здесь один третий класс, но уже по два, вторых и первых, всего порядка 80 учеников. Глава курорта Юрий Поляков обходит территорию. В этом году в котельные поставили новое оборудование и сделали ремонт. 500 тысяч рублей выделила администрация муниципалитета. Теперь проблема номер один – кровля, которой, как и зданию, около 50 лет. Постоянно латаем, привлекаем, допустим, сельскую администрацию, потому что высота огромная, коллектив у нас небольшой, проблематично залезть, поэтому нужна подъемная техника, с помощью которой постоянно закрепляется. То конек, то лист оторвавшийся, потому что шифер старый. У крыши 50 лет, и она шиферная, то есть 50 лет шиферу. Главе муниципалитета показывают библиотеку. Таких проблемных мест в здании уже несколько. Глава сельского округа пояснил, что специально повременил с ремонтом, чтобы наглядно показать ситуацию. Ну позови двух-трех человек, посмотрите, что ты сделаешь. Мне об этом ни один человек не сказал до того момента, пока я к вам на прием не попал. После этого я поставил задачу парню, он говорит, я четверг сделаю, не надо, пусть глава приедет. Мы обращались. Юрий Поляков назвал ситуацию очевидной и требующей оперативного решения. Дал соответствующее поручение своим подчиненным. В школе 50 лет она нуждается в ремонте, может быть, даже в капитальном ремонте. Сейчас будут устраняться те зоны риска, которые, возможно, протекают при сильных дождях. Мы их знаем и будем их устранять. Есть локально-сметный расчет. Он около 900 тысяч рублей, даже чуть больше. Будем с этими деньгами заходить в краевую программу, пытаться, для того, чтобы все-таки в этой школе была сделана новая кромля. Сегодня в рамках социального партнерства ведут переговоры с крупным инвестором о строительстве модульного спортивного зала с тренерской и душевыми. Аналогичный проект на средства из краевого бюджета уже реализуется в станице Анапской. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.